здравствуйте меня зовут юрий шишкин я музыкант баянист из россии то о чем я хочу сегодня сказать возможно кому-то покажется уже знакомым потому что я много об этом говорю на встречах мастер-классах но для кого-то возможно это станет интересным что такое звук звук вообще не только звук баяна на котором мы играем я играю но звук фортепиано скрипки звук человеческого голоса с точки зрения технической это носитель информации звук это тот байт который содержит информацию и я задумывался еще очень давно сколько информации я могу вложить звук и почему звук такой разный даже на одном инструменте на одном фортепиано звук разный у разных музыкантов конечно понятно что прикосновение разное разные школы исполнительские у каждого пианиста свой звук но только ли техническая сторона в этом участвует наверняка есть что-то другое на меня когда-то очень сильно подействовала одна история знаменитый на весь мир скрипач виктор третяков играл концерт паганини для скрипки с оркестром в руках его была скрипка страдивари виктор третяков играет на страдивари мне этот случай рассказали те кто был в тот день в зале и вот в один момент у третякова лопается струна обычная практика какая скрипать солист меняется с концертмейстером оркестра скрипками отдает скрипку концертмейстеру тот отдает ему свою у первого скрипача у концертмейстера конечно была не страдивари у него была обыкновенная скрипка взяв которую виктор третяков продолжил играть то есть это было буквально пару секунд пауза и через несколько минут снова звучал страдивари в руках третякова снова звучал страдивари на скрипке абсолютно не страдивари это так сильно на меня подействовал я подумал а могу ли я также будет ли мой звук тот который я привык слышать звучать в другом инструменте когда я его возьму свои руки об этом же я не знаю мне должны были об этом сказать другие но с этих пор я стал задумываться над звуком звук я пришел к выводу что звук это мы сами мой звук это я какой я такой и мой звук он другим быть не может ведь мы часто слышим что вот у этого исполнителя колючий звук а у этого исполнителя очень скучный звук а а у этого и знаете так и есть однажды я общался с человеком который слышал ну практически все руки мира и можно сказать самые совершенные руки мира голоса мира лучших исполнителей эта женщина которая жила в трех минутах от известнейшего в москве зала московской филармонии она не музыкант и тем самым она была мне очень интересно как же она отзывается какую разницу она находит между звуками величайших музыкантов ведь она слушает не как профессионал она практически не анализирует без чего мы не можем профессионалы мы слушаем других и обязательно анализируем и вот она вступила со мной в диалог я спросил вот что вы можете сказать об этих музыкантах которых вы слышали она сказала вы знаете юра мы очень на тот момент еще был жив и святослав рихтер еще был жив давид ой страх наши величайшие музыканты из россии и она рассказывала что вы знаете мы очень любим любим рихтера почему вы знаете у него невероятный звук она рассказывала несколько фраз буквально о звуке рихтера потом она сказала вы знаете мы очень любили геллильса яры почему вы знаете у него золотой звук мы мы очень любим давида ой страха опять та же фраза опять о звуке она говорила тех кого вот она не очень принимала он знаете мы вот вот этот музыкант он мне не очень почему вы знаете у него звук вот звук 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 и по сути получается я пришел к выводу что да я вообще не могу спрятаться за свой звук как за ширму этим звуком который я произвожу я не могу обмануть слушателя какой я такой мой звук если я пустой мой звук пустой если я не владу с собой и звук мой такой же звук моего инструмента это я сам поэтому я стал максимально много вкладывать в себя в свое развитие мы думаем что вот я сейчас сейчас вложу максимум информации в звук и он будет другим а он уже изначально сразу обладает самой полной информации о нас то есть не наш звук меняется нужно думать не об этом вот я сейчас поменяю звук нет мы меняемся и тогда меняется звук я стал понимать что все изначально идет от меня самого какой я такой мой звук ведь я начинал свой музыкальный путь очень мало зная я даже мне стыдно сказать насколько мало я знал но потом став на профессиональный путь не просто так вот еще выбирая мое это или не мое музыка оставая уже на профессиональный путь я буквально вот стал буквально смысле слова прожорлив для до получения информации для этого я стал очень прожорлив я слушал очень много потреблял очень много я раскрывал самого себя в познании живописи архитектуры литературы вообще всего того что окружало меня всю мою жизнь и попав уже в класс моего профессора вячеслава семенова я услышал первую своей жизни фразу такого мне еще никто не задавал таких вопросов где твой звук буквально был ошеломлен да ведь это правильный вопрос где твой звук где он где он рождается у каждого свой звук но это ваш звук я желаю вашему звуку быть совершенным